Здравствуйте! Вы смотрите новости на МТРК. В студии работает Дарья Пышмынцева. Сегодня вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда дадут свет? С мая уличные фонари на 9 городских магистралях отключили, чтобы провести реконструкцию. Часть улиц уже подключили, а все работы подрядчики обещают закончить в конце сентября. Установят больше 2000 новых светильников с функцией диммирования. О преимуществах новых технологий расскажет Кристина Горбаченко. Перед тем, как установить новую опору, специалистам приходится приложить немало усилий, чтобы убрать старую. Она железобетонная, вес около двух тонн. Такая конструкция простояла бы еще пару веков. Но с точки зрения эстетики она полностью проигрывает новым оцинкованным столбам. Их масса, кстати, всего 120 килограммов. По улице Интернациональной реконструкцией занимается товарищество АСБ «Электромонтаж». Мы занимаемся реконструкцией уличного освещения по улице Интернациональной на участке от улицы Смирнова до улицы Садпаева. На этом участке будет выставлено 147 новых опор. На них будут находиться по три светильника. Нового поколения светодиона с режимом диммирования. Режим диммирования подразумевает в себе включение и отключение светильников в темное время суток зависит от освещенности. Старых опор здесь было 256. А новых установят всего 147. У светодиодных ламп радиус освещения в несколько раз больше. И они ярче. Еще одно важное преимущество не будет висящих в воздухе проводов. Все коммуникации находятся под землей, в пластиковой трубе. Так и безопасней и долговечней. Фонари имеют паспорт и номер. Всю информацию внесут в единую автоматизированную базу данных «Горсвет». Для чего? Информация о работе кадров светильника, о повреждении, если такого будет имеется. И также с помощью него диспетчер может регулировать освещенностью. Он может добавить яркость или убавить яркость. А также дистанционно отключить какой-либо фонарь. К реконструкции уличного освещения в Петропавловске приступили в мае. Жители с пониманием относятся к временным неудобствам. Хорошие фонари, все бы светили каждый день, все бы хорошо было. Для нашего города это очень хорошо. 21 век, современные технологии, почему бы не заменить старые столбы на новые. Я считаю, что это очень-очень даже плюс. Работы по установке новых фонарей идут на девяти улицах. На это из республиканского бюджета выделили 1 миллиард 600 миллионов тенге. На сегодняшний момент на девяти улицах было заменено 1264 светильника и 826 опор. Данными работами занимаются четыре предприятия. Это АСБ «Электромонтаж», ПК «Аварийные службы», МГ «Коммерц» и САБ «Барракат». До конца сентября еще нужно установить 200 опор и 1000 светильников. Также по просьбам петропавловцев, озвученным на отчетных встречах градоначальника, в этом году фонари появятся в 13 дворах и частично на пяти улицах. В городской казне на эти работы предусмотрели почти 20 миллионов тенге. Кристина Горбаченко, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. В Северном Казахстане уголь не подорожал. Поставщики опровергли слухи о повышении стоимости твердого топлива. Всего на зиму североказахстанцам потребуется 384 тысячи тонн угля. Подробности у Алины Буржановой. В Североказахстанской области заканчивается подготовка к отопительному сезону. Одни приводят в порядок свои дома, другие запасаются углем и дровами. На тупике турды углы начались горячие будни. Девятый год они поставляют для петропавловцев в Шубаркульский. Сейчас на тупике больше трех с половиной тысяч тонн шубаркульского угля. Он, кстати, пользуется наибольшей популярностью у североказахстанцев. А такого топлива меньше золы, зато его теплоотдача почти в полтора раза выше. Ежедневно его запасы уменьшаются почти на 300 тонн. Но ажиотажа нет, говорят поставщики. В наличии еще 15 вагонов твердого топлива, которые ждут разгрузки. Всего в месяц сюда поступает около 8 тысяч тонн угля. Главное, чтобы раскупили его, пока стоит хорошая погода. Из-за частых осадков он сыреет. Стоимость одной тонны 14 тысяч сто тенге. Причем цены, по словам поставщиков, не менялись с прошлого года. В прошлом году зимой 13 с чем-то было, по-моему. Потому что у нас железная дорога, вот, цену поднял. Потом еще южноуральские железные дороги января поднял на 13 процентов. Шины не от нас зависит. Если там разрез поднимет, естественно, мы поднимем. Этот вопрос больше всего волнует североказахстанцев. В соцсетях пишут немало негативных комментариев. Кто-то распространил информацию о повышении цен на уголь. Правда, местные поставщики ее не подтвердили. Стоимость тонны топлива в регионе от 8 до 14 тысяч тенге. Майкубинский 12 тысяч, Корожилинский 14, Шубаркульский 14, 14 сто. Потребление в городе Петропавловске 31 тысяча тонн. В настоящее время 11 тысяч тонн еще не выкуплено. Это посчитается, сколько домов, если семья покупает на дом 3-4 тонны. А вот школы, детские сады и больницы области углем обеспечены на 100%. Для них заготовили 146 тысяч тонн топлива. Этого хватит на всю зиму, говорят энергетики. Теперь важно, чтобы поторопились жители частного сектора и не создавали ажиотаж, когда придут первые морозы. Потребность для населения у нас в области составляет 384 тысяч тонн. Из них больше 50% уже заготовлено, это 230 тысяч тонн. Уголь на станцию ТЭС нашей прибывает по графику. В настоящее время на 27 суток имеется запас угля. Начало топительного сезона планируем накопить 200 тысяч тонн угля. Запастись топливом можно на 34 тупиках. Сейчас там 52 тысячи тонн угля, половина которого Шубаркульский. Еще порядка 10 тысяч тонн есть на городских точках. Алина Боржанова, Рустам Тлеужанов, Новости МТРК. 7,5 миллиардов тенге в прошлом году поступило в фонд социального страхования. Средства пойдут на оплату больничных, декретных отпусков, компенсацию при потере кормильца. Подробнее о размере выплат и гарантиях, предусмотренных для вкладчиков, можно было узнать сегодня на дне открытых дверей. Алина Боржанова продолжит. Больше 196 тысяч североказахстанцев делают обязательные отчисления в фонд социального страхования. Только за прошлый год они накопили порядка 7,5 миллиардов тенге. Такая система действует с января 2005-го. Касается это и наемных работников частных компаний. Главное, чтобы трудовые отношения были подкреплены официальным документом. Постоянно работников у нас 45 человек. Со всеми заключены трудовые договора. И ежемесячно мы делаем перечисления, какие положены. Все налоги мы удерживаем. Ежемесячно незначительная сумма, когда из зарплаты ты ее удерживаешь. Но когда коснется, что человек ушел на больничный или в декретный отпуск, конечно, это хорошо, что из чего выплачивают людям. Сегодня любой желающий мог получить дополнительную информацию по системе обязательного соцстрахования. Потому в зале в основном бухгалтеры. Именно они следят за тем, чтобы деньги поступали в срок. Кстати, рассчитывать на выплаты работники могут в пяти случаях. Это социальная выплата по беременности и родам в случае выхода в декретный отпуск женщины. Это социальная выплата по уходу за ребенком до года. Соцвыплата по потере кормильца, по утрате трудоспособности и по потере работы. Это берется 24 последних месяца, по беременности рода последние 12 месяцев. До наступления социального риска берется стаж участия в системе и сумма произведенных социальных отчислений. А значит, от размера зарплаты будет зависеть и сумма налогов и страховых выплат. Всего в этом году в Североказахстанский филиал фонда поступило почти 3 миллиарда тенге. Алина Боржанова, Рустам Трюжанов. Новости МТРК. К другим новостям. Посетили порядка 350 объектов и выписали около 270 предписаний. Полицейские региона проверяют уровень безопасности в местах массового скопления людей. Самые распространенные нарушения, которые зарегистрировали стражи порядка – неисправность камер видеонаблюдения и системы оповещения. Илья Кудряков продолжит. Рынки, торговые центры, государственные, культурные и спортивные учреждения. Полицейские продолжают проверять уровень безопасности в местах массового скопления людей. С начала года они побывали больше, чем на 350 объектах и выписали около 270 предписаний. На устранение всех нарушений собственникам дается 30 суток. После полицейские вновь нанесут визит. Правила безопасности простые, но не все их соблюдают. Система видеонаблюдения должна соответствовать требованиям, 30 суток должен сохраняться информация. И без исключения всем объектам, персоналам объекта должны проводиться профилактические мероприятия. В случае возникновения террористических угроз, персонал должен знать, как правильно вести себя. По итогам проверок за несоблюдение безопасности на руководителей 19 объектов наложили штрафы. Их сумма варьируется от 100 до 1000 МРП. А еще полицейские имеют право приостановить работу объекта до устранения всех нарушений. Они, кстати, самые разные. Руководителями допускаются нарушения технического характера. То есть руководители не принимают меры по оборудованию объектов техническими средствами. Система видеонаблюдения, оповещения, сигнализация. Есть факты, когда профилактическую работу также не проводят. То есть персонал не знает, как правильно действовать в случае угрозы террористического характера. Понесли наказание и телефонные террористы. С начала года фактов о якобы заложенной бомбе зарегистрировано 8. По словам полицейских, так в основном развлекались люди с психическими отклонениями или те, кто перебрал спиртного. Но шутка может обойтись дорого. Наказание за ложный вызов – лишение свободы на срок до 5 лет. Илья Кудряков, Желдозбек Ермуканов, Новости МТРК. Опасный транспорт. Сотрудники местной полицейской службы напоминают велосипедистам о соблюдении правил дорожного движения. Чтобы выявить правонарушителей, стражи порядка проводят рейды. Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. А почему нарушаете? Смотрю, машины нету. А как вы должны пересекать пешком? Песком. Зебру. Зебру переходить в пешком. Переводить велосипед. Вы знаете, что предусмотрено наказание за это согласно административному полюсу? Два месячных расчетных показателей. 4800. И так без работы сидим. Вы что, товарищ майор? Поэтому не нарушайте. Это профилактическая беседа сотрудника дорожной полиции с нарушителем ПДД. На первый раз велосипедиста отпустили. Вот только дорога ошибок не прощает, говорят стражи порядка, и напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения Республики Казахстан, велосипед является транспортным средством. Поэтому разрешается движение велосипедов по крайней правой полосе или по обочине, если это не создает помех пешеходам. Также двигаться в указанном месте разрешается велосипедистам, достигшим 14-летнего возраста. Как показали записи с городских камер видеонаблюдения, хозяева двухколесного транспорта не соблюдают правила дорожного движения или придумывают свои. На зебре или на зеленый сигнал светофора велосипедист должен переходить дорогу пешком. Вместо этого большинство людей продолжают крутить педали, пренебрегая при этом не только своей безопасностью, но и пешеходов. С начала года на дорогах области зарегистрировано 110 дорожно-транспортных происшествий. 38 человек погибли, 150 получили травмы. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. Опасность на дороге. В центре Петропавловска на пересечении улиц Абая и Астаны произошла авария. Столкнулись две иномарки. Кстати, горожане на протяжении двух месяцев неоднократно жаловались на неработающие здесь светофоры. Почему в городе появились опасные перекрестки и как решается эта проблема, знает Айгири Мукашева. Это пересечение улиц Интернациональная Астана. Светофоры на оживленном участке отлично работают и оснащены звуковыми модулями. Здесь можно безопасно перейти дорогу. А на соседнем перекрестке картина прямо противоположная. Светофоры здесь тоже новые. Правда, они работают уже два месяца. Перекресток улиц Абая и Астаны – один из самых оживленных в Петропавловске. Рядом школа, рынок, торговый дом и уличные бутики. Ежедневно здесь проезжают сотни автомобилей, переходят дорогу тысячи пешеходов. Правда, сейчас это стало затруднительно и даже опасно для жизни. Тут же и школа, и все на свете. Это очень неудобно. Люди не знают, как можно идти, куда, как, что. Это ужасно. Вот здесь двигаться, ну, очень неудобно. Это хорошо, что есть регулировщики, конечно, да. Но сейчас замечаю, что по городу очень много таких светофоров, где не работают светофоры. И, к сожалению, регулировщиков нет. Мы часто здесь проходим. С ребенком очень страшно переходить дорогу. Светофор долго не работает. Конечно, в час пик на этом участке стоит регулировщик, говорят полицейские. Но в остальное время ходить и ездить здесь небезопасно. Очень большой риск попасть в ДТП. В воскресенье около 7 утра на этом перекрестке столкнулись два автомобиля. «Лексус» проигнорировал знак «Уступи дорогу» и столкнулся с «Тойотой». Из-за удара обоих выкинуло на тротуар. Белый автомобиль протаранил бутик. К счастью, никто серьезно не пострадал. Дело направили в суд. Так до каких пор этот перекресток будет представлять опасность для горожан? По улице Абая на участке от улицы Пушкина до Батрыбаяна ведется реконструкция уличного освещения. Данные работы проводят ТО «Саббаракат». Получается, на данном участке происходит замена опор. Освещение через данные опоры светофоры подключается к электроснабжению. Все работы будут завершены 14 сентября. И в это время подключатся светофоры по данной улице. Долгое время оставалось нерегулируемыми пересечения улиц Жамбыла-Труда. Здесь произошла авария. Кузов грузовика поднялся и снес стойку светофора. Последствия устранили только спустя две недели. По словам специалистов, на остальных перекрестках города проблем нет. Отмечу, летом в Петропавловске новый светофор установили на 12 перекрестках. В сентябре они появятся еще на 6 по улице Жамбыла. Жалуются петропавловцы и на пешеходные переходы. К примеру, около 17-й школы он появился недавно. Знаки установили, правда, разметки нет. При том, что с начала учебного года сотни школьников переходят здесь дорогу. Потому следует максимально привлечь внимание водителей к этому участку. Дорожные знаки, пешеходный переход устанавливаются на проезжих частях наряду с разметкой, так и без нее. Пешеходы, проходя через проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода, пользуются преимуществом как при наличии знака и разметки, так и без разметки. Главное, чтобы стоял знак. А это образцовый пешеходник. Здесь и разметка, и активные дорожные знаки. Они привлекают внимание и заранее предупреждают водителей о том, что надо уступить дорогу пешеходам. Сейчас такие есть на 26 участках. Агири Мукашева, Дельнуржанов, Новости, МТРК. Не заплатил по счету, остался без воды. ТО «Казылжар-СУ» продолжает отключать злостных должников. Сейчас их около 400. Общая сумма на их счетах уже дошла до 10 миллионов тенге. Каким способом воздействуют на недобросовестных потребителей, знает мой коллега Илья Кудряков. «Казылжар-СУ» обслуживает больше 80 тысяч потребителей, но не все вовремя платят по счетам. Если долг превышает 30 тысяч тенге и абонент не гасит его больше трех месяцев, то его отключают. Есть потребители, которые не оплачивают за наши услуги. То есть за услуги ТО «Казылжар-СУ», за водоснабжение и водоотведение. Их порядка 400 адресов. В сумме около десятка миллионов. Но эта цифра меняется из месяца в месяц, потому что кто-то оплачивает, кто-то наоборот копит. Работа ведется каждый день. У нас юридический отдел работает, работают наши специалисты по отключению. Например, в квартире номер 18 по адресу Дасмухамбетова, 9, больше четырех месяцев не платят по счетам и не передают показания приборов. Монополисту потребитель задолжал около 40 тысяч тенге. Сначала хозяину вручили уведомления, но результат нулевой. Решили прибегнуть к крайним мерам – отключить воду. Но дверь здесь не открыли. Еще один должник живет в соседнем подъезде. Он тоже давно не платил коммуналку. В квитанциях сумма уже превысила 37 тысяч. У монополиста появился эффективный способ воздействия на злостных должников. Они применяют комплекс ОБК-9. В трубопровод спускают заглушку и ставят ее на нужном этаже. Хозяин может пользоваться водой, но вот в канализацию она сбегать не будет. Эффективность нового прибора налицо. За год его использования неплательщики закрыли долги почти на 5 миллионов тенге. Монтируется на головку видеокамеры заглушка. Заглушка пластика. Вы видели белую пластиковую заглушку. Опускается именно на уровень этажа, стояка, просто стояку. И глушится именно та квартира, которая имеется за должность. Остальные квартиры никак не задействованы, им никак не будут мешать. Поэтому общая система канализационного отведения, она действует. А закрывается только один абонент. Специалисты напоминают, что нужно вовремя оплачивать счета и не копить огромные суммы. Кстати, за повторное подключение абоненту придется отдать около 3000 тенге. Илья Кудряков, Адиль Нуржанов, Новости МТРК. Жители Казахстана известны как гостеприимный народ. Очень гостеприимный народ. Самый гостеприимный народ. Наверняка вам знакома данная ситуация. Тесно. Компания «Казградстрой» решает эту проблему и предлагает своим клиентам просторные квартиры свободной планировки. Казахстанской душе больше не будет тесно. Определяйте площадь каждой комнаты самостоятельно и принимайте гостей с комфортом. Казградстрой. Сохраняя традиции. А мы продолжаем выпуск. Мир книги другими глазами. Каждый вторник в библиотеке имени Шухова для детей устраивают маленькие праздники. Ребята играют, поют, танцуют. В этот раз развлекать гостей пришли еще и аниматоры. Шансулут Астемирова продолжит. Привычную тишину в библиотеке имени Шухова нарушили детский смех и веселая музыка. Каждый вторник здесь организовывают такие маленькие праздники. Сегодня пригласили ребят с особенными потребностями и воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних. Сегодня праздник фейерверк детских книг. Поиграем, почитаем, время вместе проведем. Читаем с ними книги, различные поделки делаем, танцуем, пляшем. Они очень активные, позитивные, рассказывают свои эмоции о проведенных мероприятиях. Многих ребят в библиотеке уже знают. К примеру, Катя Сорокина здесь частый гость. Любит читать энциклопедии, хорошо рисует. А вот Дамир Иванов запомнился своей спекалкой. Мне нравится этот праздник. И он очень хороший. Я тут не в первый раз жил. И я буду ждать, пока еще будет еще один такой праздник. Пообщаться и поиграть со сверстниками. Этого ребятам соцгруппы не хватает. Почти все свое время они проводят дома. Поэтому к их визиту в библиотеке всегда старательно готовятся. На встречу с ними приглашают учащихся школ города. Такая традиция в книжном храме появилась еще 13 лет назад. Библиотека для нас проводит очень много мероприятий. Именно для наших детей, для особенных детей. Здесь, конечно, дети еще наши записаны на абонемент книжный. Которые тоже могут они, как бы, после прочтения книг приходят, меняют книги. Нам очень нравится, когда нас сюда приглашают. Нам очень нравится, как с нами здесь общаются. Кого пригласят в гости на следующей неделе, еще не решили. Но будет очень интересно и весело, обещают библиотекари. Шансу Лутостимирова, Жилузбек Ермуканов. Новости МТРК. В этом году католики нашей области отмечают особенную дату. Петропавловскому приходу Святой Троицы 25 лет. Поздравить североказахстанцев с этим событием съехались больше 30 представителей духовенства из России, Польши и Казахстана. Подробности у моих коллег. Священники архиепархии Пресвятой Девы Марии традиционно собираются каждый год. Обсуждают дела религии, обмениваются знаниями и делятся опытом. В этот раз встретились в Петропавловске. Повод собраться на североказахстанской земле 25-летний юбилей прихода Святой Троицы. Здесь будем до пятницы молиться, встречаться. Есть возможность передать всем жителям области Петропавловской всего самого хорошего, всего доброго. Приехали больше 30 представителей духовенства из Польши, России и соседних областей Казахстана. Здесь они пробудут 4 дня. Многие не первый раз в Петропавловске. Отец Рафау родом из Польши. Сейчас служит настоятелем прихода Святого Авраама в городе Щучинске. Это время такое особое, потому что мы в молитве, пребываем вместе, тоже в таком братском общении. И очень замечательно, что в этом году именно эта встреча проводится здесь. В Петропавловске последний раз был лет 7 тому назад. Мы приезжали на Рождество, потому что у них есть там вертеп. Замечательный вертеп. Это редкость, чтобы такое увидеть в Казахстане. Также представители духовенства познакомились с уникальным экспонатом – копией туринской площаницы. По преданию, в нее было завернуто тело Иисуса Христа после смерти. После воскресения на этой площанице сделалась отпечатка тела и ран Иисуса Христа. На протяжении веков разные ученые делали исследования и сказали, что эта площаница не рукотворная, что человек даже при современном знании, технике не в состоянии сделать такой площаницы. Это настоящий свидетель воскресения Иисуса Христа. Здесь копия площаницы появилась месяц назад и пробудет до 14 сентября в храме Пресвятого Сердца Иисуса. Айгири Мукашев, Жуцбек Ермуканов, Новости МТРК. На этом все. Смотрите МТРК, будьте всегда в курсе событий. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»